Здравствуйте! В эфире субботний информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Повышаем уровень культуры участников дорожного движения. Юные инспекторы Прикубанского района провели информационно-пропагандистскую акцию «Пешеход». Что важно знать родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, о мерах и проектах поддержки нам рассказали представители благотворительного фонда «Доброгорец». Духовность и спорт. В Черкесске прошло чествование серебряного призера чемпионата мира по борьбе на поясах Алибека Татаркулова. Начинаем выпуск с полезной информации. Кодовое слово позволит жителям Карачаева, Черкесии получать персональные консультации по телефону, например, узнать о сведении об остатке средств материнского капитала, о размере пенсии или социальной выплате, сумме прибавки, учтенном стаже и другие личные данные, которые есть в распоряжении пенсионного фонда. Отделение пенсионного фонда по Карачаево-Черкесской республике информирует, что консультирование специалистами горячих линий с использованием персональных данных гражданина возможно только с использованием кодового слова. По закону специалисты пенсионного фонда не могут озвучивать персональные сведения без подтверждения личности гражданина, тогда как такой пароль как раз и помогает идентифицировать звонящего. Помимо него специалист пенсионного фонда попросит вас назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер СНИЛС. Если все данные окажутся верными, информация будет предоставлена. В обратном случае человек получит только консультацию справочного характера. Гражданин может самостоятельно установить кодовое слово в своем личном кабинете на сайте пенсионного фонда. Для этого нужно зайти в свой профиль и в разделе «Настройки идентификации личности» посредством телефонной связи указать кодовое слово. Им может быть ответ на секретный вопрос или секретный код, состоящий из букв или цифр. Также заявление об использовании кодового слова для идентификации личности можно подать непосредственно в клиентской службе пенсионного фонда по месту жительства. Однако необходимо помнить о том, что прием граждан в период пандемии ведется только по предварительной записи. Напоминаем, что воспользоваться практически любой услугой пенсионного фонда сегодня можно через личный кабинет гражданина, как на сайте пенсионного фонда, так и на портале государственных услуг. По всем вопросам оперативную информацию можно получить по телефону горячей линии пенсионного фонда по Карачаево-Черкесской республике 22.05.42. В поселке Кавказский сотрудники ОГБД совместно с активистами школьного движения юные инспекторы дорожного движения провели плановую информационно-пропагандистскую акцию «Пешеход». Профилактические мероприятия нацелены повысить культуру безопасного поведения как водителей, так и пешеходов. Ахмат Халкечев продолжит тему. Цель профилактических мероприятий – доведение до всех участников дорожного движения, о необходимости взаимовлажительного поведения. Поддержать своих старших коллег вышли юные инспекторы из полицейского класса общеобразовательной школы поселка Кавказский. После того, как инспектор останавливает автомобиль, профилактическую беседу с водителем ведут школьники. Здравствуйте, я юный инспектор дорожного движения Кубека Вальзира. Мы участвуем в акции «Пешеход» и призываем вас быть бдительным на дороге и пропускать пешеходов. Особенно не терять бдительность, когда приближаетесь к пешеходному переходу. Эти фликеры мы дарим вам, если в вашей семье есть дети, чтобы они в темное время суток оставались заметными для водителей. Профилактические мероприятия продолжались в течение недели. За это время полицейские вели особо усиленные дежурства вбези пешеходных переходов с нерегулируемым перекрестным движением. Именно на таких перекрестках резко возрастает риск возникновения аварийных ситуаций. В условиях современного транспортного потока от беды может оградить крайне высокая бдительность как водителей, так и пешеходов, уверены полицейские и их юные друзья. Ну а как известно, повторение «мать учения». И во многом, благодаря наложенной пропагандистко-профилактической работе, ситуация со статистикой дежурно-транспортных происшествий в Прикубанском районе начала меняться в лучшую сторону. С начала текущего года на территории Прикубанского района, к счастью, дорожных происшествий с участием пешеходов не было. Общую республиканскую статистику, если брать, то ситуация немножко похожа. Дорожные происшествия с участием пешеходов, в том числе детей, уже были. И, к сожалению, также есть и пострадавшие. Дорожные происшествия были совершены именно по вине водителей. Поэтому, собственно говоря, мы и проводим вместе с детьми работу с водителями разъяснительного характера, то есть объясняем им, поясняем, пытаемся донести до них то, что в любом случае правила дорожного движения не придуманы для того, чтобы их соблюдать. Только за время работы с нашей съемочной группой полицейские и их юные друзья пообщались с 20 водителями. Каждому было разъяснено необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасности дорожного движения. Ахмат Халкетчев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева-Черкесия, Прикубанский район. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Успеть значит спасти. Боготворительный фонд «Доброгорье» завершает реализацию проекта по повышению уровня активности родителей, столкнувшихся с заболеваниями ребенка. О проекте и о методах помощи нам рассказали представители фонда. Доброе утро. Проект называется «Успеть значит спасти». Данный проект получил поддержку фонда президентских грантов. Это информационная поддержка семьи, столкнувшейся с заболеванием ребенка. В своей работе, к сожалению, мы часто сталкиваемся с тем, что семьи, молодые семьи зачастую, когда они сталкиваются с проблемой того, что у ребенка выявилось то или иное заболевание, они не знают, куда идти. Во-первых, есть такой момент, что семья не признает факта заболевания ребенка, и после не знают, теряются, не знают, куда обратиться, не знают, в какие органы, и что есть фонды, которые могут оказать им поддержку. И зачастую мы теряем то драгоценное время, первоначально, в период которого могли бы оказать квалифицированную помощь и уже улучшить состояние ребенка, потому что это очень важно. Пока ребенок маленький, пока еще возможно что-то изменить, на первоначальном этапе оказание помощи очень важно. И сталкиваемся также с такой проблемой, что семьи зачастую неполные, разводы в данной семье страдают, кто-то из других детей нормотипичных. Те проблемы, которые в своей работе за пять лет каждый день мы сталкиваемся. И были у нас несколько случаев, прям вот практически подряд было о том, что семья обращается за помощью, за сбором, мы начинаем помогать и не успеваем. Вот просто не успеваем, ребенка уже нет, потому что вовремя не было оказано помощь. И было принято решение о том, что нужна какой-то проект, какая-то информационная поддержка для семей именно в районах, отдаленных районах. Если где-то в центрах, в городах еще более или менее семьи знают, вот в более отдаленных районах, то есть они даже не в курсе, что есть органы, есть фонды, которые могут и обязаны им в принципе помочь. И было принято решение о написании данного проекта. Честно сказать, проект был написан довольно быстро, эмоционально, как-то вот, ну, потому что эта проблема актуальна для нас. И мы вот его написали довольно спонтанно, получили поддержку и начали реализацию данного проекта. Мы уже успели объездить несколько районов, но, к сожалению, как и во всей России, начался период пандемии, ограничительные меры, и мы не смогли объездить все районы. Были районы, которые мы уже успели. Тогда мы столкнулись с проблемой того, что надо как-то переходить удаленно. Тут уже, так как у нас были согласования со всеми министерствами, нас поддержал Минтруд, и в каждом районе есть свои центры социальной поддержки, которые пошли к нам на встречу. Были созданы группы онлайн для работы с психологом, были удаленные консультации на телефонах, и вот таким образом мы смогли также оказать поддержку. В каждом районе примерно около 30 семей точно было охвачено. Где-то онлайн, где-то оффлайн. То есть по количеству охвачено более 5000 людей, и, ну, как сказать, есть факты, которые мы не можем посчитать. То есть ту информационную поддержку, которую мы должны были, мы разместили максимально везде. То есть даже те же наши информационные передачи, листовки, которые мы везде размещаем, это как бы тоже получается. Но еще проблема в том, что, как бы хочется сказать всем семьям, что если вы где-то увидели информацию, если вы знаете, что есть какой-то фонд, который может вам помочь, не стесняйтесь обращаться. Мы для того и созданы для того, чтобы вам суметь помочь. И, возможно, из-за вашего обращения, которое вы сделали вовремя, мы сможем помочь или спасти жизнь ребенку. И это очень важно. Поэтому семьи, которые столкнулись с тем или иным заболеванием ребенка, должны в первую очередь принять это, осознать, что это уже есть, и верно поставить диагноз. И по возможностям и по ресурсам ребенка максимально стараться ему помочь, чтобы для таких детей, знаете, очень важно уметь хотя бы самому делать какие-то ежедневные вещи. То есть самому кушать, самому ходить, это уже будет большой прогресс для ребенка. И обращаться в органы, в фонды, которые могут помочь. Спасибо огромное, что вы сегодня пришли к нам в гости и рассказали о вашей деятельности. Мы и наши телезрители очень вам благодарны за вашу работу и вашу деятельность, которая приносит огромную пользу для семьи с особенными детками. Вторую часть беседы с представителями проекта «Успеть значит спасти», а именно с детским психологом Аидой Уртеновой, вы увидите на следующей неделе. Эксперт расскажет о правильных методах работы с особенными детьми. Он с 13 лет занимается спортом, ведет здоровый физический и духовный образ жизни. В Черкесске прошло честование серебряного призера чемпионата мира по борьбе на поясах Алибека Татаркулова. Поздравили спортсмена-лидеры духовенства и администрации Прикубанского района. Алихан Лепшоков подробнее. Алибек Татаркулов занимается борьбой с раннего детства. Чтобы принять участие в чемпионате мира по борьбе на поясах, который проходил в Казани, он очень серьезно готовился и выкладывался на все 100%. Сам спортсмен отмечает, что соперники были достаточно серьезными. Особенно сложно было бороться с выходцами из азиатских стран. Но тем не менее Алибек Татаркулов смог продемонстрировать твердость духа и непоколебимую волю к победе. На самом деле первая сватка у меня была с узбеком, вторая сватка с киргизом, третья получается с туркменом я боролся и в финале уже я боролся с человеком из России. Ну, и занял второе место. В финале мы отборолись, два балла как бы проиграл и получилось второе место. Поздравить лично спортсмена приехал и председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хачбердиев. Он подчеркнул, что Алибек развивается не только физически, но и духовно. Так, в 2019 году он стал обладателем приза главы республики Рашида Темрезова путевки в Хач в конкурсе чтецов священного Корана. Был отмечен медалью Духовного управления мусульман Карачаева Черкесии за заслуги перед Уммой. Алибек Татаркулов является выпускником Республиканского Исламского института и имеет два высших образования. В прошлом году его чествовали, я ему вручил медаль за заслуги перед Уммой мусульман Карачаева Черкесии. Вот в этом году он еще раз был на соревнованиях, победил, и уже пригласил к себе домой. Я с удовольствием пришел и будем просить Всевышнего, чтобы Аллаху дал ему силы и возможности, чтобы впредь прославлять и нашу республику, и наш народ. Ко мне Алибек пришел тренироваться в 13 лет. Я был поражен трудолюбием и энергией этого мальчика, вспоминает тренер-спортсмена Хачидаут Татаркулов. На чемпионате в Казани мы особое внимание уделяли его физическим навыкам и особенно выносливости. Когда я задание даю, делал 20 раз, каждый прием, он 20 раз делал, потом подходил, чем еще делал. Я говорю, по 100 раз, по 2 подходы, все приемы, он сам делал. У меня ничего, трудолюбивый был. Это доказательство, что он от сегодняшний день, это доказательство, что он стал вторым призером. А в прошлом году стал первым призером по киргизской борьбе. Теперь Алибек Татаркулов начнет готовиться к Кубку России по борьбе на поясах, который пройдет скоро в Москве. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом субботний выпуск Вести подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...